С ВИЧ-инфекцией можно и нужно нормально жить. Об этом активист благотворительного фонда «Алые паруса» Павел на личном примере рассказывает тем, кто столкнулся с неизлечимым диагнозом. О своей болезни он узнал почти 10 лет назад. С тех пор ведет здоровый образ жизни и принимает лекарства. У Павла хорошая работа и семья. Говорит, очень повезло, что в нужный момент близкие все время были рядом. Но далеко не все готовы адекватно общаться с ВИЧ-инфицированными, поэтому наш герой все же попросил не показывать его лица. Растерянность и непонимание первое, с чем сталкиваются ВИЧ-инфицированные, говоря свой диагноз окружающим. Отсутствие информации у родственников, то есть неприятие у родственников, неприятие в обществе, неприятие среди окружающих людей. Бывает даже неприятие среди медицинских работников. Существуют такие случаи, когда человек отказывается принимать болезнь, говорит, что это все выдумки, это все придумано учеными, и человек отказывается принимать препараты. Неприятие диагноза и отказ от лечения – самая большая ошибка ВИЧ-положительных людей, говорят в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом. Стоимость лечения одного пациента может доходить до 100 тысяч рублей в месяц. Современные препараты, которые, по словам врачей, все больные без проблем получают бесплатно, позволяют поддерживать здоровье и нормально жить долгие годы. Препараты новой группы изобретаются ежегодно. И качество лечения говорит о том, что эффективность лечения есть. Потому что больные у нас, очень много больных, которые стоят на учете более 10 лет. Многие уже родили за это время одного и более двух и трех детей. Дети здоровы у этих пациентов. Тем не менее, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в области тревожная. По словам специалистов, с каждым годом ВИЧ становится старше и все больше выходит за рамки групп риска. Болезнь перестала быть недугом только наркоманов. Сейчас лидирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Только в этом году во Владимирской области выявили 504 новых случая заболевания. Всего же на диспансерном учете в 33 регионе состоит почти 4000 больных. Сегодня в лаборатории областного центра борьбы со СПИДом подтвердилось еще 6 случаев ВИЧ-инфекции. И это, по словам специалистов, вершина айсберга. Реальное количество ВИЧ-инфицированных людей гораздо больше. Ведь болезнь долгое время может проходить бессимптомно. Они, как правило, попадают уже на стадии клинических проявлений. Они попадают или в отделение, как правило, терапевтические, пульмонологические часто. Начинаются беспокоиться, да, мне кажется, когда ближайшее окружение стало говорить о ВИЧ-инфекции, о том, что кому-то поставлен диагноз. Потому что очень часто приходящие люди проходят у нас по эпид-показаниям, по контакту. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом врачи еще раз напоминают сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Анонимно и бесплатно можно в областном центре по профилактике СПИДа на Судогодском шоссе 41. И в поликлиниках по месту жительства. И настоятельно рекомендуют всегда помнить о мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Оксана Любимова, Егор Хребко, 6 канал.